Здравствуйте, уважаемые телезрители! У меня в этот раз в гостях исполняющий обязанности директора коммунального предприятия Одесс Транспарк Сервис Владислав Тамкевич. Добрый день, Владислав Юрьевич. Здравствуйте. Очень рады, что вы к нам сегодня пришли. И разговор наш пойдет, конечно же, о парковках. Поэтому первый вопрос, чем все-таки занимается ваше предприятие и какими полномочиями вы наделены? Наше предприятие, наше коммунальное предприятие уполномочено орган Одесского городского совета по эксплуатации и организации работы круглосуточных стоянок мест паркования в целом по городу Одессы. Уполномочены мы заключать договора с операторами частных стоянок, частных парковок. Уполномочены самостоятельно эксплуатировать, чем, в принципе, и вот мы и занимаемся. Мэр в своем отчете годовом, который не так давно был, отметил, что увеличилось количество легальных парковок. В связи с чем это связано и как сегодня проходит легализация парковок? Да, вы совершенно правы. Мэр хорошо знаком с этой проблемой. В том году был впервые проведен конкурс на определение платных операторов на платных парковок, что принесло дополнительным городской бюджет более 800 тысяч гривен. Это во-первых. Во-вторых, проведена серьезная работа, так сказать, высокосоциальная ответственная эта работа по поводу легализации незаконно работающих круглосуточных стоянок и гаражных кооперативов. Действительно мы с этой проблемой сталкиваемся. Мы легализовали порядка 157 тысяч квадратных метров эксплуатируемая площадью под гаражные кооперативы и круглосуточные стоянки. Вот немножко вот эту цифру разбейте, объясните, что это значит. Потому что цифра большая, непонятно, что это. Это те квадратные метры, которые ранее эксплуатировались под организацию стоянок и гаражных кооперативов, но с них парковочный сбор в городской бюджет не поступал. Парковочный сбор является нашим местным налогом, который поступает к нам напрямую в городской бюджет со всеми, с кем мы заключаем договора. Это четко прописано. То есть ни на какие расчетные счета, кроме казначейства, данный парковочный сбор не поступает. Так вот, мы легализовали некоторые стоянки, мы просто перемерили, что не было раньше, не было такой возможности. Это крупные гаражные кооперативы. Площадь увеличилась многократно. В связи с чем в том году мы обеспечили поступление в парковочный сбор порядка 18 миллионов гривен, 40 тысяч. 18 миллионов 40 тысяч гривен. Это позволило... Это достаточно много по сравнению с прошлыми годами. Безусловно. То есть за, грубо говоря, за 16-й год разница между 16-м и 17-м годом 2,5 миллиона. Так вот, цифра 18.0.40 дала нашему коммунальному предприятию и Одессе такое железобетонное второе место по Украине после Киева. Мы от Киева совсем рядышком. Он порядка 21 миллиона сделал. Но и мы, хочу сказать, сильно оторвались от других городов-миллионников. Такой катетики, как Харьков, Львов, Днепропетровск. То есть у нас такое почетное призовое второе место. Ну, при том, что территория, допустим, Одессы и Киева... Безусловно. Меньше. И население меньше. Все-таки это столица административная и финансовые. Все потоки там скоплены. Но мы стараемся очень... Несмотря на то, что есть огромный вакуум законодательный, мы пытаемся подстроить под те правовые русла, которые есть сейчас, и работать в том, так сказать, правовом направлении, в котором у нас есть возможность. Достаточно часто в последнее время возникают какие-то споры с гаражными кооперативами. С чем это связано? Почему поднимаются... Вот как-то раньше об этом не так часто и много говорили. На самом деле мы максимально либерально работаем в этом направлении, максимально корректно пытаемся с каждыми общественниками, с каждыми активистами, гаражных кооперативов и стоянок разъяснять им их права, разъяснять их полномочия, что они имеют право требовать от своих администраторов тире представителей общественной организации и так далее. В отличие, например... Ну, я не буду просто приводить пример других городов, но в отличие от других городов там достаточно все это жестко. Мы с каждым встречаемся и в кабинете, и выезжаем на место для того, чтобы предотвратить вот эти негативные социальные всплески, которые бывают, к сожалению, при узаконивании работы стоянок и гаражных кооперативов. То есть сегодня, собственно говоря, большая часть стоянок и гаражных кооперативов у нас нелегализированы, получается, да? Ну, нет, вы не совсем правы. У нас легализировано достаточно большое количество. У нас всего 521 договор с нашим коммунальным предприятием, в который входят и стоянки, и служебные парковки, и договора с платными парковками. По стоянкам, какая ситуация по гаражным кооперативам? Действительно, многие стоянки существуют на протяжении десятилетий. В советское время они получили разрешение от местных органов власти на организацию временного хранения автотранспорта. Некоторые стоянки, гаражные кооперативы в 90-х годах, ну, в прошлые периоды, получили госак на землю, получили долгосрочные договора аренды. А некоторые отнеслись к этому халатно, председатели, либо были как-то неправильно проконсультированы своими юристами, адвокатами на тот момент, и проводили сбор денег со своих клиентов, которых они называют экзавалированными членами кооператива, ну, к этому, может, подробнее более расскажу, и оплачивали минимальный налог на землю. Хочу обратить внимание, что налог на землю оплачивается только легально, он должен оплачиваться только в случае, если это собственник земли. У нас же как делают? Здесь старая оценка на землю, та или иная, оплачивается минимально. То есть могу привести пример, например, гаражный кооператив на 500 гаражей оплачивает в год налог на землю несколько тысяч гривен, хотя собирается людей по 200 гривен внутренний тариф. То есть, обратите внимание. Это противозаконно. Это, безусловно, противозаконно. Безусловно, мы требуем, то есть легально работающая стоянка и гаражный кооператив, это, если в первую очередь есть госакт, долгосрочный договор аренды и с нами договор с нашим коммунальным предприятием. Просто некоторые в штыки немного наше коммунальное предприятие воспринимают, они думают, что мы какая-то частная организация и так далее. Это ни в коем случае не так. Мы такой же орган, как и другие в городском совете, которые целенаправленно занимаются именно организацией работы и кооперативов, и стоянок, все, что касается оплаты парковочного сбора. Просто в данном случае, я так понимаю, что не все готовы легализоваться и заключить договор с вами, а проще, соответственно, собирать дальше ту сумму, которая им выгодна и так далее. Безусловно. Из-за этого и поднимается весь этот шум. Да, к сожалению, так называемые администраторы этих кооперативов, и гаражных, и стояночных, вводят в заблуждение своих клиентов, членов кооператива. Обычных одесситов, которые ставят на свои машины. Безусловно, каждый мужчина относится к гаражу, как к своей второй квартире. И это абсолютно человечески понятно. Ну, какая ситуация происходит? Они им говорят, что эта земля находится на нашем балансе. Это неправда. Если нет ГУСАК, то никакого баланса быть не может. Это городская земля. Они говорят, что у нас все законно, мы имеем право собственности на все граждане. Это также неправда. Это каждое слово должно быть подтверждено документом. То есть, к сожалению, простые граждане обманывают. Говорят, что у них все хорошо. Когда наши сотрудники приходят на объект, требуют заключить с нами договор, они говорят, что теперь парксервис будет повышать многократно тарифы и так далее, и тому подобное. Да, действительно, есть у нас формула в налоговом кодексе, которая предусматривает оплату парковочного сбора. Но более того, скажу, все у нас гаражные кооперативы и стоянки, которые с нами работают, получают, если по парковочный сбор, полная ставка парковочного сбора на данный момент, она привязана к минимальной заработной плате, составляет порядка 240 гривен за одно машиноместо, то у нас бюджетная комиссия наша идет навстречу всем одесситам, всем гаражным кооперативам. Для того, чтобы не повышать внутренний отодритель, дает предоставлять всем льготу, абсолютно всем. Главное предоставить документы, что вы легально работаете, что вы намерены легально работать, что у вас есть определенное количество льготных категорий людей, и льготы это обеспечивается. Ну, что касается гаражных кооперативов, перейдем немножко к парковочным местам, которые в том числе и в центре города, с ними сегодня проблема, скажем откровенно, да. Вот если брать по парковкам в центре, есть ли еще нелегальные парковки, и как вы с ними боретесь? Я понял, да, мы, спасибо за вопрос, мы планируем вообще по городу всего установить 120 паркоматов. На данный момент мы считаем, что это целесообразно и эффективно будет для работы. В городе существуют платные парковки, легальные только там, где находится у нас паркомат. Есть там при паркомате каждом так называемый парковщик-инструктор. Мы многократно говорили раньше, и сейчас пользуюсь возможностью, повторю, что уважаемые автолюбители, пожалуйста, можете ни в коем случае не давать им в руки, не поощряйте их, оплачивайте самостоятельно в паркомат. Но в чем проблема этой ситуации? Несмотря на то, что сколько я ни говорил, автолюбители все равно подходят и оплачивают непосредственно парковщику. На самом деле ему лень этих паркоматов. Периодически даже требуют просто. Да, да, я согласен. Парковщик как элемент платной парковки пропадет в ближайшее время. Я вот вернусь к тому, что действительно был проведен конкурс, определены платные операторы, но существует огромный вакуум в законодательстве, который, к сожалению, не от нас зависит. Это полномочия Верховного Совета Украины. Уже прошли два чтения. То есть сейчас документ лежит на подписи у президента. Мы надеемся, что в ближайшее время он подпишет и войдет вступ в законную силу. Этот закон предусматривает ответственность за неоплату автовладельцам, за парковочное место. Ответственность автовладельца за постановку автомобиля на парковочный лод, на котором маркировка, что это место для инвалидов. Ответственность автовладельца, опять повторюсь, я потом вернусь, почему я говорю, непосредственно за неправильное паркование, например, на пешеходных переходах, возле остановочных комплексов, на тротуарах, на зеленой зоне. Потому что вы видите прекрасно, какой хаос происходит, и они чувствуют себя безнаказанно, некоторые автохамы. В случае наступления такой ответственности не автолюбителя, а именно автовладельцев, кардинально ситуация изменится. Потому что сейчас правонарушитель ставит свою машину, может поставить, например, в 8 утра, прийти в 5, а для того, чтобы ставить на него админпротокол, необходимо именно его присутствие. А сейчас при этом изменение будет так же, как и во всем цивилизованном мире, нести ответственность собственник автомобиля. В случае неоплаты админпротокола в определенный срок, документы будут переданы в суд, потом в исполнительную службу, и сотрудник патрульной полиции остановит, когда автомобиль увидит у себя по базе, что есть долг, остановит, проведет его на штрафплощадку, и будем требовать долг. Также будет введена эвакуация автохамов, эвакуация автомобилей, которые припаркованы на инвалидных местах. То есть это реально планируемо в течение нескольких месяцев навести серьезный порядок. Неправильно припаркованный автомобиль, это, к сожалению, основа и заторов, и дорожно-транспортных происшествий, и неудобств простым гражданам-пешеходам, и также неудобства людям с ограниченными возможностями. Ну, с одной стороны, да, может быть, этот вопрос решить, частично этот вопрос, а как быть с евро-номерами машины, которые... О, этот вопрос, к сожалению, да, не ко мне, патрульная полиция, это проблема. Тут просто получится, что хозяин машины, его нет, ездит по доверенности, то есть тут получится немножко недоработан, но он в том числе будет. По поводу евро-номеров действительно эта ситуация, но мы так понимаем, что на данный момент обсуждается только общая база с полицией, возможно, будет общая база с таможенными органами, и штрафные санкции эти будут переходить в единый реестр таможенных органов, которые будут останавливать эти автомобили при пересечении границ, то есть вот в таком русле. И данные штрафные санкции будут оплачены, опять-таки, напрямую в городской бюджет. Главное, чтобы не ушли от ответственности. Ну да, 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 совершенно верно. И возвращаемся к этим парковщикам, которые, это страшный минус, с ними бороться, но они сами по себе отпадут, как только люди не будут им оплачивать деньги. Они на данный момент, да, сейчас просят деньги, они помогают водителю припарковаться, отъехать с парковочного места, потому что у нас есть такое глобальное нарушение, иногда без парковщика не выехать, например, возле рынка, допустим, и так далее. Но они отпадут сами по себе, как только будут штрафные санкции. То есть автовладелец будет сам заинтересован подойти к паркомату, взять парковочный талон, подложить его под лобовое стекло и заплатить в парковочный паркомат то количество денег, которое он будет проводить на своем парковочном лоте. Сейчас эта цена 5 гривен, но на самом деле для исторической части города это очень мало. Для исторической части города порядка надо необходимо, у нас есть уже расчеты 10-15 гривен. Да, это, возможно, как-то не популярно, но хочу обратить внимание, что задача не в заработках деньги. То есть то, что вы сейчас видите большое количество припаркованных автомобилей возле паркомата, это, к сожалению, далеко-далеко-далеко не факт. Большая часть не оплатили. Они 70% не оплатили, даже больше. И некоторые машины ставят в 8 утра, забирают в 5 вечера. Задача платных парковок разгрузка транспортных потоков, разгрузка транспортных сетей и разгрузка тех транспортных дорог, где максимальное скопление автотранспорта. Особенно в дневное время в центральной части города. Если все-таки парковщик требует денег, куда стоит обращаться, кому жаловаться? Жаловаться в полицию, можете жаловаться нам, сообщать об этом. Но, к сожалению, этот факт есть уже на протяжении многих лет. Ну, в наше оправдание, не хочу, в принципе, оправдываться, хочу сказать, что это есть во всех городах города, во всех городах нашего государства, этого нет в европейских городах. Опять-таки, почему... Менталитет. Они это пережили. У них очень высокий тариф на парковку. У них, например, как тоже интересный момент, одна и та же машина не может парковаться на одном и том же месте в течение двух часов. То есть, ответственность у них колоссальная, штрафы в десятки-десятки евро. И, соответственно, таких просто их нет. По вашему мнению, что сегодня необходимо сделать для того, чтобы решилась главная проблема нашего города, это все-таки парковки и вот эта вот захламленность машинами наших улиц. Вот, опять-таки, возвращаемся. Это эвакуация, обязательная эвакуация. Места, куда эвакуируется автотранспорт у нас готовы. Ждем, просто ждем решения нашего президента. Принятие данного закона и тогда большая часть... Да, безусловно, это однозначно ответственность нерадивых автолюбителей повлечет за собой разгрузки транспортных потоков именно в центральной части города. Что касается спальних районов, это тоже очень интересный момент. Мы разрабатываем сейчас стратегию развития паркингов именно в спальных районах. Там, где, например, есть стоянки у нас на 150 машиномест, это порядка 2-3 тысячи квадратных метров. На этой территории, если позволяют строительные нормы, на этой территории можно построить паркинг на 500-600 машиномест. О чем это говорит? Во-первых, это говорит о дополнительных поступлениях и в казну города. Это говорит о том, что у нас будет возможность легально трудоустроить собственных сотрудников городских. То есть это все легально будет. Рабочие места, опять же. Рабочие новые места, социальная ответственность, соблюдение пожарных норм, технических, санитарных норм. То есть то, что сейчас, к сожалению, нет в тех же гаражах и стоянок, у нас это все будет предусмотрено. И самое главное, это разгрузка внутриквартальных проездов. На ночь кидают автомобили, и на ночь, и днем кидают автомобили кто как. К чему это приводит? Во-первых, это службы специального реагирования, МЧС, скорая помощь, полиция, они могут добраться до необходимого места, потому что бывает невозможно это сделать. И, к сожалению, могут быть и летальные исходы. Машины паркуют на местах, например, где коммуникации проведены, тоже невозможно потом добраться из автомобиля, необходимо эвакуировать. Целые проблемы. Там целый воз проблем, на самом деле, когда машины находятся при внутридомовой территории, и ничего с этим сделать нельзя. Им некуда деваться, но мы хотим строить паркинги, разгружать тем самым внутренние заторы. С какими сегодня вы еще сталкиваетесь проблемами? Вот как бы кроме того, что нет законодательной основы, есть ли еще какие-то проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и можно решить сегодня на городском уровне? Ну вот на уровне, на городском уровне единственная проблема это легализация работы, потому что легализация работы стоянок и гаражных кооперативов. Многие гаражи, например, используются не по целевому назначению. Каких-то полномочий у нашего коммунального предприятия нет. Мы просим оказать нам содействие сотрудников полиции. Многие гаражи, ну тоже не секрет, ни для кого используются. Такие как мастерские, как лакокрасочные цехи. Даже вам скажу больше, некоторые как производственные цехи по выращиванию грибов и изготовлению кваса. То есть вообще нонсенс. Они идут как парковочные места. Ну они идут как гаражики. Там вот непонятно, что делать. Там целый бизнес. Целый бизнес. Я за малый бизнес, двумя руками, но в рамках действующего законодательства. Мы когда эту тему начали обсудить так называемыми общественниками, ну которые члены кооператива, говорят, вы хотите погубить малый бизнес? Ни в коем случае. Я хочу, чтобы целевое назначение гаража было именно его назначение, паркования, хранения автотранспортного средства. Ничего другого. Более того, мы требуем от гаражных кооперативов, от стоянок, от наших клиентов. Требуем наличие пожарных счетов, вызова пожарных, вызова пожарных, сотрудников МЧС. Зачастую, чтобы кнопка вызова была и полиция. Потому что, к сожалению, например, нынешние современные воры не обращают внимания на пожилых пенсионеров, которые, как правило, работают в гаражных кооперативах и не стесняясь вскрывают гаражи. Автомобили все должны быть застрахованы. Мы не требуем, мы просто просим страховать автомобили, чтобы были возмещения в случае, не дай бог, наступления какого-то страхового случая, чтобы страховые компании возместили. То есть, вот как опять-таки наши стратегии паркингов, спальных районов, в случае самостоятельной эксплуатации нами, все автомобили будут застрахованы, все сотрудники будут легализованы, это будет муниципальная охрана, везде будет видеонаблюдение онлайн, то есть, любой автовладелец. Будет непосредственно компания, которая будет нести ответственность, в случае чего, если что-то произойдет с вашим автомобилем. Да, не дай бог украли, повредили автомобиль, не дай бог, какое-то даже маленькое ДТП на паркинге, такое тоже бывает. Ваш автомобиль будет застрахован, будет все возмещено. Но более того, эти случаи будут минимальны, как и во всем цивилизованном мире, на охраняемый паркинг, как 90% случаев, никто не заходит из построения. Все это видно, все под видеонаблюдением, видеонаблюдение будет доступно и сотрудникам полиции, делать абсолютно такой максимально современный, развитый шаг, пока ни такого в Украине нет. Наша мечта это сделать. Ну, это планы на далекое будущее. Да нет, это планы, я надеюсь, что в ближайшие перспективы это все будет сделано. Что планируете в этом году? Вот, собственно говоря, весна самое время, когда уже можно приступать к более такой детальной работе. И вот какие первостепенные планы на этот год? Первостепенные планы на этот год, это, во-первых, выполнение поставленной финн-задачи. Она 19 миллионов у нас финн-план, но у нас будет более 20 миллионов в этом году, уверен. Продолжение легализации работы круглосуточных стоянок гаражных оперативов и продолжение работы вот по центральной части города. Есть проблемные у нас стояночки открытые, которые, к сожалению, на протяжении десятилетий не вкладывали ни копейки в благоустройство тех парковочных карманов, где паркуют автомобили свои же, свои же клиенты. Мы вот в прошлом году добились. Были проведены генеральные ремонты на улице Еврейска, генеральный ремонт стоянки на улице Шампанский переулок, Морзлиевская по правой стороне, Базарная частично была, А, Бунина также. Частично были проведены ремонты достаточно неплохо на Сташкино возле легендарной бани, ямочный ремонт на Елизавете Скаконе. Раньше этого не было. Мы зашли, конечно, в конфликт с руководителями этих автостоянок, потому что они привыкли без этих расходов. Но договорились, смогли добиться, и будем это продолжать. Также, можете обратить внимание, мы добились того, чтобы разделяли парковочные лоты от пешеходной зоны, потому что у нас бывают широкие тротуары, где можно парковать автомобиль, но водители некоторые заезжают на пешеходную зону. Это усложняет проход мамочкам с колясками и опять-таки людей с ограниченными возможностями. В прошлом году была с вашей стороны достаточно хорошая акция по удалению блокираторов, чтобы не ставили машины. Сегодня в некоторых местах их не стало, но в некоторых местах они еще есть. Планируется ли в этом направлении работа? И, насколько я знаю, они вроде как незаконны совершенно. Вот ставить блокиратор на парковочное место, которое якобы к какому-то магазину, и вот, соответственно, вопросы, опять же, магазины, которые поставили эти блокираторы, они как-то обязаны благоустраивать вот эти паркоместа? Да. Дело в том, что у нас достаточно большой город, слава богу, финансово оздоравливается и у нас большое количество заключенных договоров так называемых служебных парковок возле магазинов, офисов, банковских учреждений, нотариальных контор и так далее. Подписывая с нами договор оплачивая парковочный сбор, то юридическое лицо обязано, помимо этого, соблюдать санитарные нормы, то есть уборка территории в осенне-зимний особенно период. Большинство справляются. Те, кто не справляются, они штрафуются. Административные протоколы на них составляются нашими коллегами с муниципальной безопасности, за что им отдельное спасибо. По поводу данных Юни-Паркера называется. Документа, легализующего его нахождение, на данный момент нет. Раньше что-то похоже было в органах ГАИ. Сейчас я знаю, что есть стратегия у наших коллег в департаменте муниципальной безопасности. Идет разработка этого документа. На какой он стадии, на данный момент, я вам не могу прокомментировать. Я считаю, что так как тот или иной ресторан оплачивает парковочный сбор, благоустраивает свою территорию озеленением, уборкой, он имеет право выставить определенные, может быть, фишки, стоечки красивые на своих парковочных местах. Это максимально удобно для клиентов, это для обслуживающей техники, для посетителей того или иного заведения. Но опять-таки, это не просто так, он за это оплачивает, предусмотрен договор. При подписании договора. При подписании договора. Не подписывая такой договор, никто не имеет права ставить никакие фишки в парковочных карманов. Вы намерены продолжать бороться с данным явлением, в дальнейшем в том числе. Да, в дальнейшем в том числе. Это департамент муниципальной безопасности сделают. Они оставляют сначала предписание и потом демонтируют. Мы с ними плотно сотрудничаем. Есть какая-то карта у вас, где необходимо вот переехать, убрать и как вообще составляются? Вот откуда вы узнаете? В ходе мониторинга у нас маленький коллектив, только 13 человек. Огромный пласт работы выполняем, который, к сожалению, оно так с первого взгляда и не видно. Большинство таких вот случаев, как вы говорите, это находится в спальных районах на самом деле. Люди под окнами ставят эти юни-паркеры, блоки бетонные без разрешения переграждают проезд внутри домов, что осложняет, что действительно опять может привести и к задержке скорой помощи, МЧС. Вот большинство случаев таких. В ходе мониторинга нашим, департаментом муниципальной безопасности при обследовании территории, то есть не всегда удается все сразу видеть, но бывает. Бывает, демонтируют, а завтра он опять появится. Растут как грибы, нарушители. Ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо большое за интересную беседу. Приходите к нам еще. Будем рады. По поводу парковок платных можем отдельно поговорить с нашими операторами, то есть с удовольствием все вам разъясним. Спасибо большое. С вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. До новых встреч. Оставайтесь на телеканале Медиа-Информ. До встречи. До свидания. Продолжение следует...